Ну что, доброго здоровьица, кратенько пробежимся по вашим комментариям. Не уверен в своих силах комментарий. Спасибо за отдельные практические советы, а там их много. Отдельное спасибо за удовольствие общения. Если человек действительно, ну скажем так, умный, то с ним приятно общаться. Положительный эмоциональный заряд. Это тоже надо вызывать. Это не такая уж простая вещь, как вызвать, чтобы у вас поднялись эмоции, чтобы вы почувствовали от этой беседы заряд, а значит оздоровление. Далее. Вот Света Света пишет, пора пить мочу. Петрович, хочу выразить свою благодарность, вам благодарю. Как вы думаете, компрессор на пальцы в ног из мочи могут мне помочь? У меня появились признаки подарок, про чем я хочу обращаться. Категорически. Смотрите, если это подагра, то компрессы из мочи не помогут, потому что это совершенно иное. Это идет отложение солей мочевой кислоты или кристаллов мочевой кислоты в суставах, в тканях. То есть здесь необходимо менять, поработать над обменом веществ, чтобы у вас был нормальный обмен веществ. Это одно. И смотрите, если вы, вот смотрите, подагра это или нет, если вы объедаетесь мясо, и в результате, будем говорить, через какое-то время у вас возникает подагра, то это и есть подагра. Значит, сокращаем количество мясных продуктов, просто-напросто больше тушеных овощей, свежевыжатых соков, меньше, значит, мясца, регулярное голодание раз в две недельки в дни Кадаши на дистиллированной воде по 24-36 часов. И дело пойдет на лад. Но если же у вас был грибок на ногах, вы так его видели, а потом вроде как он прошел, это как раз вследствие того, что грибок начинает разрастаться. Вот тут уже необходимо совершенно иное. А именно, что иное? Здесь необходимо уже использовать соду. Грибок не любит соду. Соду внутрь. Возможно, парить ноги в содовом растворе. То есть, вы должны здесь немножечко понимать, разбираться. Так, что выбираем? Лечение или здоровый образ жизни? Тиса комментирует. Отличный формат беседы. Думаю, этот стиль надо практиковать почаще. То есть, на основе, как бы сказать, изложения специалистов проводить комментарии на их тему. Ну и высказывать свое мнение. Так вот, немножечко поговорим о благотворительности. Все люди во все времена поддерживали добрые, хорошие начинания. И если вы чувствуете, что моя работа приносит пользу, проявите свою благотворительность на развитие вот этого дела, которое помогает. Потому что о здоровом образе жизни, настоящем, таком, каким он должен быть, без разного рода пилюлики и прочих, прочих, никто не говорит. Только здесь, на канале. Об этом полноценно, во всем объеме и углубленно рассказывается. Проявляйте свою благотворительность, щедрость, какую вы можете сделать. С уважением и пожеланием доброго здоровья. Есть особый день в году, наступает темноту. Новым годом он зовется, и для всех людей дается. Шелестят конфет, отвертки, там, как мандарин стоит, и наряженная елка огоньками нас манит. Веселись, 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 веселись народ. Наступает, 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 Новый, Новый год. Он врачу нам несет, он по таргерам пройдет, Радо селью погладет, это Новый, Новый год. Снова детство к нам вернулось, волшебство мы же обождем. И под чоками покалом, хоть и счастье в каждый дом. Радо селью погладет, это Новый, Новый год. Так и спи, дружок сердечный, наливай бакал с карди. Загадай свое желание и под звонку рам-пам-пэй. Веселись, веселись, веселись народ. Наступает, 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 Новый, Новый год. Врачу нам несет, он по таргерам пройдет, Радо селью погладет, это Новый, Новый год. Радо селью погладет, это Новый год.